Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал «Переезд в Краснодар» в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение. Напомню, что работаем для вас в радиусе 60 километров от города, а также по Черноморскому побережью, от Темрюка до Новороссийска. Как с домами, так и с квартирами, как с готовыми, так и со строящимися. С разными порядками расчета, в том числе по всем ипотечным программам. Мы с вами находимся сегодня между Ростовским шоссе и Ейским. Это вот если смотреть на карту, такой вот пятачок дачных обществ, которые уже давно не садовые товарищества, а прям полноценные жилые улицы. С хорошими современными домами, которые газифицированы, которые с хорошими выездами на асфальт. Здесь порядка 10-15 минут вокруг магазина, остановка, вот прям рядышком школа, садик. Отсюда возят школьный автобус деток до школы, две школы рядом, 56-я и 65-я, детский сад. Здесь тоже порядка 15 минут. Но это лучше, конечно, все-таки ездить. Ну, такое вот тихое, спокойное место, где поют птички, но при этом вы прям в городе. С одной стороны мы выезжаем на Ейское шоссе, с другой стороны мы выезжаем на Ростовское шоссе. Ну, в целом, такая альтернатива станицы ближе к городу, если не принципиально, прям пешком ходить вокруг, чтобы были детские сады и школа. Давайте будем смотреть с вами дом. 2015 года постройки. На земельном участке в 4 сотки, но при этом со всеми центральными коммуникациями. Ну, не со всеми, наверное, неверно немножко говорю. Водичка у нас будет здесь не центральная, вода здесь 37 метров, артезианская скважина. Газ центральный подведен, свет, ну, поскольку это СНТ, здесь 5 киловатт подведено, а не 15 киловатт. За счет того, что есть газ. Да, мы бьемся всегда за 15 киловатт, когда дом топится светом. А когда в доме есть газ, собственно, тех 5 киловатт для дома вполне себе хватает, чтобы пользоваться им в обычном режиме. Ну, вот смотрите, участок у нас 4 сотки. По ширине фасада 15,86, почти 16 метров ширина фасада. Из евроштакетника на фундаменте у нас забор, откатные ворота, входная калитка. Ну, внешне смотрится очень все симпатично. И вот 4 сотки в очередной раз подтверждают, да, свои слова, что, ну, вот это как раз та земля, которая для сада и для декоративных растений. Здесь вот сидит все, что только можно. Все колоновидные культуры, это вот не вот эти раскидистые деревья, а вот все веточки, да, у деревьев вот так растут. И посажено очень много. С правой стороны у нас расположился малиник. Причем сегодня уже середина октября, да, стоит теплая достаточно погода, и вы видите, что разные сорта малины, и поздние она вот полдоносит полным ходом. Дальше у нас там есть вишня, черешня, орех, персик, абрикос. Здесь вот рядом со мной ждем хурмая, да, она тоже молодая, тоже полдоносит. Ну, и еще нужно немножко повисеть. Внизу прямо ковриком расположилась земляника, ну, вот смотрите, ваша земляника на участке, вот она, вот ягодки, это ремонтантные сорта, которые, она еще прямо даже цветет, да, и еще время ей есть, чтобы вызреть здесь. В общем, чего здесь только нет. К фруктовым посадкам, к фруктовым деревьям здесь вообще претензий нет, прямо ни одной. Давайте обойдем участок, здесь есть что посмотреть, да, вот они, кустики кружевника расположились, барбарис. Ну, то есть вот показываю как раз-таки, да, как вот зелено, красиво сидят эти четыре сотки земли полностью-полностью с фруктовым садом. Картошку, морковку здесь растить смысла нет, это гораздо проще все купить. Обходим с вами мы жилой дом, да, и земельный участок. Сзади у нас расположился сарайчик, вот, ну, о чем я всегда говорю, что как раз вот в заднюю часть двора есть смысл ставить такие вот надворные постройки. Они особо не мешают, не занимают место, но очень-очень при этом нужны. А по задней стенке, уже обработан, уже все на зиму приготовлено, видите, сидит вот такая большая виноградная лоза. В целом мы сейчас с вами обходим весь участок с разных сторон. Сразу обращайте внимание на дом, дом 2015 года постройки, качество кладки, стен, вообще претензий никаких нет. Дом на фундаменте 80 сантиметров лента, цоколь и далее кирпичная кладка. Дом полностью у нас кирпичный. С правой стороны мы с вами видим такое, не самое популярное на участках деревья, кустарники, да, это инжир. Инжир растет тяжело достаточно. Почему тяжело? Он приживается не у всех почему-то, но в целом, когда он есть, это уже прямо большой плюс. Очень много всяких плодовых насаждений, ягодных. Так, качели, видимо, внуки у нас уже уехали, качели сдвинулись за ненадобностью в сторону. А так, в целом, вот качельки сюда с детской площадкой, хорошо. Смотрите, вот она, еще тут черную, что это, малина, черная малина, ежевика, что-то еще нашла. Красивая, черная, вкусная малина. Ну, друзья, это вот как раз тот вариант участка, кто хочет иметь всевозможный фруктовый сад на своем земельном участке. Дом 2015 года постройки, пока делался ремонт, заезжали. В 2017 уже случился, соответственно, деревья, ну, вот, пятигодовалые. Такие прям, вот, в прямом смысле, молодой, растущий, цветущий, полдоносящий сад. Ну что, с правой стороны, да, вот детская площадочка у нас тут организовалась. Место расположиться есть всему. Ну что, будем переходить с вами к осмотру дома. Напомню, что дом у нас 2015 года постройки. Дом 92 квадратных метра с тремя жилыми комнатами, дом с ремонтом. Стоимость данного объекта у нас будет составлять 7 миллионов рублей. Очень удобные выезды на трассы, на Гийское, на Ростовское шоссе. Дом с центральными коммуникациями, газ центральный, свет центральный. Вода скважина 30 метров, артозианская. Значит, полностью дом кирпичный, еще сделаю раз акцент. Четырехскатная крыша металла черепица у нас там наверху. Металлопрофилем подшиты фронтоны, сделана система водостока. Вот смотрите, организовано как между помещениями, да, вот кусочек эркерной, организовано крылечко. Тоже очень удобно, чтобы уже ничего не текло, на голову не капало. Ну что, пойдемте смотреть непосредственно сам жилой дом. Ну что, мы с вами вошли в дом. Давайте будем осматриваться. 92 квадратных метра общая площадь жилого дома. На входе небольшая прихожая, ну, с распашными двойными дверями. Ну, такая вот отдельная прихожка. Здесь у нас, где лежит плиточка по зоне прихожей и холла, здесь теплый пол. Площадь вот данного помещения 2,7 квадратных метров. Смотрите, если захочется что-то поставить, ну, шкаф какой-то, да, то в целом, несмотря на то, что узкая ниша, узкий угол, то все равно шкаф здесь поставить, в принципе, место позволяет, ну, вот, прям, прям позволяет. Широкая, достаточно прихожка. Дальше мы с вами вот это все закрываем, да, чтобы там ни холода, ничего не было. Именно для этого сделаны двойные коридоры, чтобы там вся грязь осталась, и вы попали в дом. Дальше у нас площадь составляет порядка 8 квадратных метров. И дальше помещения жилые. Кухня, 3 жилые комнаты, санузел. Давайте будем смотреть все по порядку. Давайте начнем с левой стороны. Здесь у нас расположилась первая жилая комната. Комната эркерная, 17,5 квадратных метров составляет ее площадь. На полу лежит ламинат, стены здесь выровнены, вытянуты, ну, как вот сдавал, как вот строим изначально, стены здесь под покраску. Потолок также здесь под покраску. Высота потолка у дома везде хорошая, в чистом виде 3,20. Вот даже прямо по техпаспорту смотрю. Радиаторное отопление. Напомню, что в доме газ, несмотря на то, что это СНТ, мы с вами, собственно, в городе. Садовое общество у нас здесь называется, прочитаю прямо, очень длинно, Краснодар, Горстрой. Кому интересно, по карте посмотрите. Далее мы с вами переходим, ну, как идут планировка идет, так и посмотрим. Следующее помещение рядом с жилой комнатой – это кладовая. Порядка 8 квадратных метров, но огромная площадь. Гардеробная здесь, кладовка, подсобка, все, что хотите. Ламинат на полу, стены оклеены обоями, потолочек под покраску. Следующую комнату будем с вами осматривать. Здесь у нас вещи расположились вот немножко, поэтому внимания не обращаем на захламленность. Ну, готовятся к переезду люди, поэтому... Так, комната по площади тоже достаточно просторная, 16,7. Ее площадь, стены также под покраску, потолок под покраску, ламинат лежит на полу. Для такого дома площади комнат специально оставили вот побольше, но при этом уменьшили кухню. Ну, давайте смотреть, как есть. Смотрим дальше с вами следующую жилую комнату. Комната огромная по площади, 19,4 квадратных метра. Ну, что больше, да, называется. Комната правильной, ну, квадратик, как я сказала здесь, квадратные формы, стены под покраску, потолок также под покраску, ламинат лежит на полу. Дом 15-го года, хорошо здесь уже вот просматриваются под подоконниками, вот углы, откосы, что никаких видимых дефектов за годы использования дом не дал. Но при этом уже все усадки, просадки, все это прошло, дом устоялся. Так, будем смотреть с вами следующее помещение. Всем привет! Это зона санузла. Площадь ее составляет 7,3 квадратных метра. Ну, такое достаточно просторное большое помещение. Стеночки облицованы плиткой на 2 третьих. Выше 1 треть под покраску. На полу также лежит плитка, в ванне установлен радиатор. Ну, в целом, хорошее состояние у сантехники. Так, переходим с вами в следующее помещение. Это у нас зона кухни. Здесь кухня не гостиная по планировке, ну, вот так им захотелось. Здесь кухня столовая. Правильные прямоугольные формы помещения. Ну, в целом, кухонный гарнитур вот в нижнем своем исполнении есть. Навешных шкафов здесь у нас нет. Ну, вот для такого дома по площади, вот данные собственники, да, решили все-таки уделить большее внимание жилым комнатам и сделать их большими. А площадь кухни оставить поменьше. Ну, давайте мы еще раз пробежимся по комнатам. Значит, комнаты у нас по площади 16, 18 и 19 квадратных метров. Окошечки выходят наши все на наш, на зеленый сад, на фруктовые деревья. Ну, прямо вот за окошко хурма видна. Очень, очень приятно сидеть, такое наблюдать. Ну, что, друзья, дом мы с вами весь осмотрели. 92 квадрата общая площадь. 53 квадрата это жилая площадь. Дом в готовом жилом состоянии с коммуникациями со всеми подключенными. Газ центральный. Вода скважина артезианская 37 метров. Свет 5 киловатт подключен. Всего здесь достаточно. Находимся мы с вами в СНТ Краснодар-Горстрой. Это город Краснодар. Краснодарская прописка между Ростовским шоссею и Ейским. Если понравился данный объект, пишите, звоните, с удовольствием его покажем. Один собственник, совершеннолетний, документы все в порядке, все готово, дом готов к продаже. А вы подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить уведомления. Вот здесь в колокольчике каждый день для вас выходит новый обзор. А также наш телеграм-канал. Ссылочка для вас всегда ниже. Там актуальная информация, полезная, нужная по рынку недвижимости именно Краснодарского края. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс.